Здравствуйте! Приветствую вас на канале Трикубом. Сегодня мы будем вязать вот эту резинку, которая носит название сломанной. А называют ее так потому, что вот эти дорожки из лицевых петель у нас идут вот так с таким надломом. Сначала мы провязываем одну часть рапорта и у нас эта строчка располагается здесь. Во второй части рапорта они вот так расходятся над вот этим гладким участком. И получаем почти две одинаковые стороны. Отличаются они тем, что с изнаночной стороны у нас проходит вот такая разделительная полоска. Она получается, когда мы с вами в лицевом ряду провязываем полностью весь ряд лицевыми петлями перед переходом с этой части рапорта к следующей. Можно эту резинку вот так не разбивать, а провязывать только эту часть рапорта до той высоты вашего изделия, которая вам требуется. Например, если это шарф, то его можно связать двумя способами. Либо использовать только эту часть рапорта и продолжать вот эти выпуклые строчки из лицевых петель на протяжении всей длины шарфа. Можно сделать вот так, разбив их в шахматном порядке, по желанию. Чтобы связать этот образец, набираем на наши спицы количество петель, кратное четырем. Затем нам нужны еще три дополнительные петли для симметрии рисунка и две кромочные. И хотя эта резинка не очень сильно пружинит, но она отлично держит форму. Поэтому ее можно использовать как внизу изделия, где вам не нужна сильно стягивающая резинка, так и все изделие, например, жакет, связать вот этим узором. Итак, давайте приступим. Набираем петли и сразу с изнаночной стороны приступаем к выполнению первого ряда. Если выбрать для него тонкую пряжу, то он смотрится тоже очень хорошо. Вот здесь я вначале провязала три ряда резинка, а потом перешла уже к самому узору. Но резинка, конечно, здесь не нужна. И вот изнаночная сторона образца из тонкой пряжи. Первая часть раппорта провязывается на семи рядах. И здесь у нас идет повторение. Одна снятая петля, три лицевых. На протяжении всего ряда отличает только изнаночную лицевую сторону начала. Вот сейчас мы с вами находимся с изнаночной стороны, провязываем первый ряд. И после кромочной нам нужно провязать одну лицевую петлю. Это петля симметрии. А дальше начинаем наш узор. Одну петлю снять под рабочей нитью. Нить должна остаться здесь. Три провязать лицевыми. Это весь раппорт. Снова одну снимаем под рабочей нитью. Три лицевые. Одну снять, три провязать. И вот этот раппорт повторяем на протяжении всего ряда. Весь узор строится на этих четырех петлях. И в конце у нас остаются только две петли перед кромочной. Мы эту петлю снимаем под рабочей нитью. Эту провязываем лицевой. И кромочную провязываем лицевой. Вот так мы будем провязывать все три ряда с изнаночной стороны. Первый, третий и пятый ряд. Теперь разворачиваем работу на лицевую сторону. Мы будем также снимать одну петлю и провязывая три лицевых. И только начало ряда у нас будет отличаться от изнаночной стороны. После кромочной. Если там мы с вами провязали одну лицевую и сразу перешли к раппорту из четырех петель, здесь нужно будет провязывать во втором, четвертом и шестом ряду три петли. Это петли симметрии. А дальше раппорт на четырех петлях. Одну снять под рабочей нитью. Три провязать лицевыми. Одну снять. Три провязать. Всегда, когда мы снимаем петли в этом рисунке, нить остается с этой стороны работы. Перед нами. В конце также провязываются три лицевые и кромочная. Вот мы с вами провязали первый и второй ряды. И сейчас повторяем их еще два раза. Третий ряд полностью повторяет рисунок первого ряда. То есть после кромочной петли мы провязываем одну лицевую. А затем раппорт на четырех петлях. Одну снять под рабочей нитью. Три лицевых. Одну снимаем. Три лицевых. И так провязывается весь третий ряд. Четвертый ряд провязывается как второй. После кромочной петли провязываем сначала три петли симметрии лицевыми. А затем раппорт на четырех петлях. Одну снять под рабочей нитью. Три провязать лицевыми. Одну снять. Три провязать. И так до конца четвертого ряда. Пятый ряд провязывается как первый и третий. После кромочной только одна лицевая петля провязывается. А затем раппорт на четырех петлях. Одну снимаем. Три провязываем. Одну снимаем. Три провязываем. И так весь ряд. Шестой ряд провязывается как второй и четвертый. После кромочной провязываем три лицевые петли. А затем раппорт на четырех петлях. Одну снять под рабочей нитью. Три лицевых. Одну снять. Три лицевых. И так весь шестой ряд. И так мы с вами провязали три пары рядов. Заканчивая первую часть раппорта, мы провязываем только первый ряд один раз. После кромочной одна лицевая. Затем одну снять. Три провязать. Одну снять. Три провязать. И так до конца седьмого ряда. И вот здесь мы с вами уже просматриваем вот эти четыре выпуклые петли, которые у нас получаются вот такими довольно заметными, большими. Потому что мы их в одном ряду снимаем, только во втором провязываем. Повторяя этот раппорт, заканчиваем так весь седьмой ряд. Провязали семь рядов. И сейчас нам нужно сделать разделительную полоску. В восьмом ряду все петли провязываются лицевыми петлями. Здесь мы уже ничего не снимаем. Если вы хотите продолжать так, не разбивая вот на такие участки ваш шарф, то тогда вы после шестого ряда начинаете снова первый. И так, повторяя первый и второй ряды, вяжете весь шарф. Если вы хотите разбивать вот так, как у меня на образце, то тогда вот этот ряд завершает первую часть раппорта. Восьмой ряд готов. Это лицевая сторона. Вот она наша строчка. Можно даже не пересчитывать, сколько рядов провязано. А когда у нас получаются вот такие четыре крупные петли, значит мы с вами заканчиваем первую часть раппорта. С изнаночной стороны мы начинаем вторую часть раппорта. И теперь, если мы с изнаночной стороны всегда провязывали одну лицевую, а потом провязывали уже раппорт на четырех петлях, то во второй части мы после кромочной будем провязывать три лицевые петли. Это петли симметрии. А затем начинаем раппорт на четырех петлях, которые ничем не отличаются от всех предыдущих рядов. Мы одну петлю снимаем под рабочей нитью, три провязываем лицевыми. Одну петлю снимаем, три провязываем лицевыми. И вот так провязывается весь. Девятый ряд, изнаночная сторона. Десятый ряд мы провязываем с лицевой стороны. И здесь в начале провязывается только одна лицевая петля, а затем раппорт на четырех петлях. Одну снять, три провязать. Одну снять, три провязать. То есть мы сейчас с вами провязываем те же самые ряды, что и в первой части раппорта. Единственное, что мы поменяли их местами. То, что мы с вами вязали с лицевой стороны, теперь вяжется с изнаночной стороны, а те ряды, которые мы вязали с изнаночной, вяжутся здесь, с этой стороны. Вот этот рисунок относится к группе тех, которые вяжутся без схемы и описания. Мы провязали девятый и десятый ряды. Сейчас будем их повторять так же дважды, как это было и в первой части раппорта. Мы провяжем одиннадцатый и тринадцатый ряды, так как девятый. А двенадцатый и четырнадцатый, как десятый. Сейчас я поставлю видео на паузу, провяжу эти четыре ряда и вернусь, чтобы мы с вами посмотрели, как заканчивается эта часть нашего узора. И сейчас нужно провязать еще дополнительный ряд, который повторит своим рисунком девятый. Вначале мы провяжем три петли симметрии, затем одну снять, три провязать и так весь ряд. Закончили кромочная петля. Мы возвращаемся на лицевую сторону и снова, чтобы отделить эту часть от следующей, нам нужно провязать разделительную полоску, которая полностью состоит из лицевых петель. Это шестнадцатый ряд и заключительный ряд всего раппорта в высоту. И затем продолжаем все снова, начиная с самого первого ряда. Еще раз посмотрим изнаночную сторону, которая отличается тем, что здесь проходят вот эти полоски из изнаночных петель, когда мы здесь провязываем все петли лицевыми. Несмотря на то, что здесь есть снятые петли и протяжка через одну петлю, полотно получается эластичным. И оно не закручивается. Здесь есть небольшая разница между лицевой и изнаночной стороной, но его можно считать двусторонним. Вот такой вот очень простой и в то же время интересный узор в вашей копилочке. А я на этом свое видео заканчиваю. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. Желаю вам всего доброго. До свидания.